Издательство Эксмо. Яэль, Адлер, доктор медицины. Что скрывает кожа? Два квадратных метра, которые диктуют, как нам жить. Введение. Считываем следы на коже. Её площадь почти два квадратных метра, и она покрывает всё, что мы носим в себе. Кожа – это наша связь с внешним миром, наша антенна. Она может передавать и принимать сигналы, и она же даёт пищу нашим чувствам. Она объект чувственных желаний, наш пограничный слой, пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь. И в то же время она гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и паразитов. Язык, на котором мы говорим, и его пословицы свидетельствуют о том, насколько кожа важна для нас. Бывают дни, когда человек чувствует себя не в своей шкуре. Порой он вылезает из кожи. В работе нужна толстая кожа. А у кого сложности с восприятием критики, того зовут тонко кожем. Завидев большого паука, один скажет «У меня не чешется», то есть ему всё равно, а другой от страха побледнеет. Это тоже про кожу. У него мороз по коже пробежит, и он в ужасе убежит, спасая свою шкуру. И всё же, немногие знают, что же такое на самом деле кожа, как она функционирует и как много берёт на себя жизненно важных для нас задач. Прежде всего, кожа защищает нас от опасных возбудителей болезней, токсинов и аллергенов. Она как кирпичная стена с кислотным покрытием. В то же время, она будто своего рода естественный климат-контроль, предохраняет нас от перегрева, переохлаждения, от избыточного испарения влаги и, таким образом, от обезвоживания. Чтобы защитить нас от всех этих опасностей, кожа находится в постоянном контакте с нашим внешним миром. Она измеряет температуру, выводит наружу, из организма, все возможные жидкости и продукты секреции, вбирает в себя свет и обращает его в тепло. Помимо этого, с помощью чувствительных клеток, волосков и рецепторов, а их на кончиках наших пальцев около 2500 на квадратный сантиметр, она исследует для нас внешнюю среду и предметы. Ветрено ли на улице, холодно или сухо, или каков предмет на ощупь, гладкий или шершавый, мягкий или твёрдый, острый или тупой. Но это ещё далеко не всё. Посредством кожи мы вступаем в контакт не только с окружающей средой, но и с другими людьми. Известно ли вам, что послания, поступающие к нам от кожи, играют решающую роль при выборе партнёра? У всех людей кожа на вкус разная, и именно нюансы запаха привлекают подходящего нам человека. Ведь природа стремится к тому, чтобы наши наследственные гены скрещивались наилучшим образом, чтобы мы производили на свет здоровое и выносливое потомство. Ведь когда встречаются два различных типа кожи, то в случае произведения потомства это обещает благоприятное скрещивание генов. И здесь скрывается даже некий политический смысл. Кожа не знает расизма. Она ищет генетически разнообразные входные данные. Можно спорить о том, что является самым крупным сексуальным органом человека. Мозг, поскольку он рисует картинки и фантазии, создаёт влечения. Или же кожа, которую мы ощущаем во время любви, на которую мы смотрим, наслаждаясь, и которая заметно меняется во время секса. Без обнажённой кожи нет возбуждения. Без кожи нет влечения. Не бывает телесных прикосновений без контакта кожи. От сладострастных мыслей у нас по коже бегут мурашки. Даже фетиши связаны с соответствующими символами. Лак, кожа и мех – всё это эротические заменители человеческой кожи. Учёные сделали вывод, что запах играет одну из ведущих ролей при выборе полового партнёра. Это связано с состоянием вегетативной нервной системы, которая регулирует потоотделение и вид микрофлоры кожи. Вы могли уже для себя отметить, что, занимаясь темой кожи, приходится сталкиваться с вещами, о которых не принято говорить открыто. Так, для многих людей обнажённость, будь то зримые интимные части тела и невидимое глазу чувство стыда, является табу. Не принято даже обсуждать дурной запах, исходящий порой от кожи, целлюлит, другие дефекты, выделения и прочие изъяны. Короче говоря, многое, о чём мы неохотно говорим или, возможно, считаем неприятным, связано с кожей. Перхоть, ушная сера, прыщи, жир, пот, грибок и тому подобное. И на тему венерических заболеваний тоже часто предпочитают не распространяться, прежде всего, когда речь идёт о том, где такую болезнь подхватили. Кожные врачи всегда одновременно венерологи. Само слово «венерология» происходит от Венеры, богини любви. Она не только заражает нас страстью, но и инфицирует сифилисом, гонореей, кандиломами, герпесом, гепатитом или спидом. Всё это болезни, которые либо большей частью проявляются на нашей коже, либо с неё распространяются по нашему организму. Для нас, кожаных врачей, всё это не является чем-то противным. Мы даже находим это увлекательным, ведь мы думаем и анализируем посредством чувств. Мы наблюдаем, скоблим, нажимаем и нюхаем, потому что характеристики, консистенция и запах кожной болезни помогают нам разоблачить злодея, вызвавшего проблему с кожей. Старшее поколение кожных врачей даже нашло весьма красноречивые и звучные названия для неприглядных и, в общем-то, мучительных для нас состояний кожи. Так прыщи, пятна, гнойники и корки у новорождённых объединяются общим понятием «цветение кожи». Кровяную сеточку на голени, возникающую вследствие варикозного расширения вен, мы называем «пурпура жен докре». Пурпура – цвета жёлтой охры. По-французски это звучит так элегантно. Красные венозные утолщения для нас – вишнёвая ангиома. Сосудистый невус – винное пятно, а светло-коричневые печёночные пятна – это пятна от кофе с молоком. А кожу, потрескавшуюся от сухости, мы называем экземой крокле. Ведь в этом случае кожа действительно немного похожа на потрескавшуюся, отслоившуюся краску на фресках Микеланджело на сводах Сикстинской капеллы в Риме. Помните эту картину об истории сотворения мира? Обнажённый, мускулистый адам, протянувший руку к Богу, чтобы принять от него жизненную энергию. Наши коллеги, хирурги или терапевты, порой посмеиваются над кожными врачами, обзывая нас поверхностными медиками. Разумеется, совершенно несправедливо, ведь наша деятельность имеет глубокий смысл, так же, как и кожа. Она взаимодействует не только с окружающей средой и с другими людьми, но и с нашим внутренним миром. Она активно общается с нервной и иммунной системами человека. Внешний вид нашей кожи во многом зависит от того, что происходит внутри нас, и от того, как мы питаемся, и от того, что у нас с психикой. Кожа – это зеркало души, экран, на котором можно наблюдать происходящее в глубинах нашей души на уровне подсознания. Как заядлые техники-криминалисты, мы увлеченно ищем на коже улики. Иногда следы ведут нас в самые глубины тела, и там мы неожиданно узнаем, что следы на коже свидетельствуют о психологических проблемах, о стрессе, об отсутствии душевного равновесия или же рассказывают о наших органах и привычках питания. Морщины говорят о печалях и радостях, шрамы – о ранах, скованная ботоксом мимика – о страхе перед старостью, гусиная кожа – о страхе или удовольствии, о прыщи – о чрезмерном потреблении молока, сахара или мучных продуктов. Ожирение ведет к появлению инфекций в складках кожи, а сухость или потливость кожи порой свидетельствует о проблемах с щитовидной железой. Кожа – как огромный архив, полный следов и подсказок, явных или скрытых. И тот, кто научится считывать эти следы, удивится тому, как часто видимые знаки приводят нас к знанию о невидимом. Человеческая кожа – это удивительный орган, самый крупный из всех, что есть у человека. Это чудо. Данная книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Давайте вместе исследуем это чудо, и вы проникнетесь, всей кожей почувствуете, как это увлекательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!